Приветствую всех на моем канале, это Юлия Чепелева. Сегодняшнее видео будет отличаться от всего того, что вы уже видели на моем канале. Сегодня я буду за кадром, а в кадре будет мой старший сын Лео. Именно он будет руководить сегодня нашим кулинарным процессом. Сегодня с Лео мы будем готовить его любимое лакомство. Бейгель или бейгели, как его называют в Израиле, а проще говоря бублик. Для этого нам понадобится 3 стакана муки, 1,5 столовой ложки сухих дрожжей, 1,5 столовой ложки сахара, полстакана теплой воды, четверть стакана растительного масла и чайная ложка соли. Все это нам нужно смешать для получения однородной массы. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как тесто наше уже готово, мы даем ему отдохнуть лишь 10 минут. Да-да, я не ошиблась, именно 10 минут. Почему так мало? Ведь тесто вроде бы дрожжевое. Потому что мы, эти наши бублики или бейгели, будем варить в кипящей воде. Поэтому там они уже получат свою форму и пышность. Что нам нужно сделать? Мы берем тесто и делим его на 6 частей. Ну так как делит у нас Лео, то начали мы с простых вещей. Сначала пытаемся поделить это на 3 части. Не сразу это получается. Поэтому на помощь приходит мама. И мама уже разрезает наше тесто на 3 части. После чего эти 3 части мы делим еще пополам. В общей сложности у нас должно получиться 6 маленьких комочков. Итак, комочки наши готовы. Что мы с ними делаем? Раскатываем из них тонкие-тонкие колбаски. А что касается формы бейгели, то классическая форма. Вы делаете букву U английскую и зажимаете их между собой, два конца и прикрепляете их снизу. Но можно сделать и обычные бейгели в форме круга или вытянутую форму. Кстати, вытянутые бейгели это именно иерусалимские бейгели. И если вы приедете туда, то на базаре обязательно увидите эти хрустящие бублики, которые продаются на каждом углу. Теперь что касается варки бейгели. Итак, берем кастрюлю, наливаем в нее литр воды и добавляем 1 столовую ложку меда. Ну, у меня было чуть-чуть побольше, полторы ложки. В общем, все остатки, что были в банке, я все это добавила в воду. После чего мы добавляем 2 столовые ложки соды и ждем, пока наша вода закипит. Что касается израильского рецепта, то вместо меда можно добавить селан. Селан – это финиковый мед. Поэтому тот, кто живет в Израиле, он может без проблем приобрести этот мед в любом супермаркете. Но если вы живете за границей Израиля, то используйте обычный мед, он тоже идеально подойдет к рецепту. Ну, а если вы хотите заменить мед, у кого-то может быть аллергия, то тогда можно использовать коричневый сахар, тоже 1 столовая ложка сахара. Хотите получить бейгели чуть подслаше, добавьте полторы столовые ложки сахара. После того, как вода закипела, нам нужно опускать наши бейгели в воду. Я использовала для этого шумовку. Итак, на шумовку я кладу бейгели и опускаю в кипящую воду. Нужно посчитать до 20. Кто-то говорит до 30, но 20 секунд вполне достаточно времени. Итак, считаем 1, 2, 3, 4. Лео, конечно же, помогал мне в этом процессе. После чего достаем все это на пергаментную бумагу. Кстати, когда вы достаете бейгели из горячей воды, то не расстраивайтесь, если вдруг они не приняли ту нужную форму с первого раза. Сейчас в бейгеле он еще сырой, поэтому с помощью ножа, с помощью вилки или с помощью рук вы можете придать ему ту форму, которую вы хотите придать вашему бейгеле. Поэтому сейчас самое время делать работу над ошибками. И так все шесть бейгелей. Бейгели у нас уже на противне и здесь даю простор вашей фантазии. Бейгели можно посыпать кунжутом, маком, крупной солью, все, что вашей душе угодно. А можно все это совместить вместе и тогда получится тоже очень вкусный бублик. Итак, отправляем в заранее разогретую духовку на 200 градусов. Ставим наши бейгели на 15 минут. Ровно 15 минут и идеальный бейгели готов. Надеюсь, вам понравился наш рецепт с Лео. Если да, то обязательно пишите в комментариях и пишите, что бы вам еще хотелось увидеть на моем канале. Очень рада вашим подпискам, лайкам и перепостам. Оставайтесь на моем канале и до встречи.